Вышедшее недавно дополнение к Элден Рингу привнесло массу нового оружия. Оно ваншотит, метает, рубит противника в щепки, а порой бывает даже сложно понять, в чём фишка того или иного экземпляра, к примеру, Гладиус Огненного Рыцаря. Нюанс не в том, что его архи сложно выбить с одноимённого противника, чтобы понять, в чём изюминка. Достаточно просто сравнить Р1-Р2-атаку обычного кинжала с Гладиусом. Да, кинжалу наконец добавили возможность атаковать в двуручном хвате с молниеносной быстротой. Серия атак активируется через заряженную или незаряженную Р2. Отличный бонус по ловкости Б при кровавой заточке и соответствующих талисманах помогут быстро искромсать любого врага. Оружие для полноценного боя руками и ногами, пинок Дейна и приём сухого листа. Анимации рукопашного оружия выглядят настолько круто, что даже только ради них вам может захотеться перепройти Элден Ринг. Вихрь сухого листа и удар ладонью являются эксклюзивными пеплами войны для этих кулаков. Однако это не мешает вам, сохранив мувсет рукопашного боя, применить к ним любой другой пепел войны из этого внушительного списка, сменить заточку на кровавую или морозную, переодеться в тяжёлую броню и выбивать баланс боссом за пару секунд. Потенциал разгона урона навыком весьма неплох, ведь помимо осколка Александра усилить его можно и знаком Готфри, а для буста урона ногами достаточно напялить талисман расколотого камня и птичьи поноши. Лучший изогнутый меч нельзя получить просто так, вам придётся завершить квест. Фалькс имеет бонус по ловкости Б, стройное кровотечение, которое, как и у клыка и щеки, не имеющего бонуса по колдовству нельзя ничем усилить, может показаться поначалу недостаточным. Однако, поиграв немного, вы быстро поймёте, что оружие может прокнуть его аж два раза за одно комбо. Правда, для этого вам понадобится для начала сначала активировать навык, а затем, как у клыка и щеки, сильную атаку правой рукой. Учтите, что вторая часть комбо не имеет гиперброни, и вам придётся всё рассчитать, но в случае успеха результат вам понравится. Для максимальной эффективности рекомендую вкачать силу до 30, ловкость до 60, талисманы, осколок Александра, знак Готфри, остальное всё по вашему усмотрению. Чуть позже я сделаю билд на максимальную эффективность данного изогнутого меча, так что подписывайтесь и не забудьте про лайки. Ну а мы двинемся дальше. Как видите, данный меч стоит использовать с умом, не спамя безрассудно навыкам, грамотно сочетая с каким-либо другим оружием на ловкость типа длани молений. Ну и самое главное, не забывая про талисман, торжество повелителя крови и маску хирурга. Учитывая двойной прок кровотечения за комбо, в данном билде будут весьма полезны. С выходом дополнения Shadow of the L3, крайне мощными стали билды через контратаки. Представляю вам самый сильный из них на основе меча пики. Это тяжелый колющий меч из DLC, но интересен он нам не тем, что с него можно снять уникальный пепел войны, толчок гравитации, и не тем, что количество накопления статусного эффекта при соответствующей заточке сравнимо с огромными мечами. Во-первых, непосредственно сам урон этого оружия. Для силового билда он не сильно уступает тому же мечу гадца. Ну и во-вторых, мопсет контратаки имеет колющий тип урона. Это такой режим, когда вы сначала ставите блок, и затем уже проводите ответный удар. Итак, вот что мы имеем. Огромный базовый урон, колющий тип контратак, который можно усилить талисманом копья. Новый талисман для двуручного хвата, а также слезу, временно улучшающий спонтанный блок. Тот самый талисман изогнутого меча, усиливающий такой режим игры. Ну и в обязательном порядке, пепел войны и решимость рыцаря. Собрав все составляющие, вы сможете получить новый билд для ваншотов, либо прохождение с одного удара. Помните пятнистый кнут из самой прекрасной второй части Дарк Соулса? Наконец-то и в Элден Ринг появился его аналог под названием Зубастый Кнут. Самое интересное, что разработчики догадались добавить этому кнуту, мопсет навыка уже из третьей части Дарк Соулса. Хороший станлок. Прог яда с одного навыка. Вот жалко яд, только не такая имба, как была в первом дарке. Тем не менее, все вышеперечисленное делает это оружие обязательным в инвентаре любого билда на яд. Кстати, развивая эту тему, с выходом дополнения появилась еще одна очень прикольная вещь. Возможно, вы помните, чтобы активировать эффект талисмана Родичи Гнили и Грибной Короны, вы можете просто бросить два горшка на веревочке, ну либо просто в стену рядом с собой. Но этим почти никто не пользовался. Во-первых, потому что горшков нужно минимум два. Во-вторых, постоянно беготня с расходниками и крафтом этих пресловутых горшочков. Конечно, можно обойтись и без этого, использовав просто сырую тевтельку. Но беда в том, что она существует в игре в ограниченном количестве экземпляров. Теперь же все это можно обойти, просто использовав один раз навык флакона смертельного яда. Единственный минус – это требование 18 очков по колдовству. Но с другой стороны, что у вас за билд, если не нашлось очков для колдовства? Длинный лук Ансбаха – один из предметов, который можно получить за квест одноименного персонажа. Требование к ловкости у него почти как у длани молений. Но при этом, правда, странная ситуация с бонусами от характеристик, где усиление идет одновременно от ловкости и силы. Но что можно сказать о его навыке – веерный выстрел? Честный урон для расхода 8 стрел за выстрел – поразительно быстрая перезарядка навыка, который позавидует любой скорострельный арбалет. Весьма щадящий расход стамины и маны. Для быстрых атак с возможностью уклониться сразу после выстрела, по-прежнему лучше всего использовать и ради на атаку в прыжке. Статусные стрелы с этим луком работают, но не так хорошо, как хотелось бы после выхода последних патчей. Поэтому я все же рекомендовал бы использовать лучше стрелу с перьями штормового ястреба. Правда, без перезарядки на благодати стрел вам хватит всего на 12 использований навыка. Так что готовьтесь к лютому крафту. Во всем остальном лук топовый и позволит получить классные впечатления от игры. Не позабыли разработчики и о достопочтенных казуалах? Коготь красного медведя методично и эффективно будет делать всю работу за вас. Просто спамьте навыкам и победа в вашем кармане. Пассивный эффект накопления кровотечения. Отсутствие возможности поставить другой пепел войны. Да и зачем? Зато его можно быстро прокачать кузнечными камнями мрака. Достаточно иметь всего одну такую лапу, поскольку оружие является парным. Куда интереснее на этом фоне выглядят когти зверя. Сделав их кровавыми в силовом билде, можно получить вдвое больше показатель кровотечения при схожем уроне для базовой атаки. Два уникальных пепла войны, которые можно применить только к этому оружию. Один из них, бешеный зверь, позволит вам залететь за спину врага и совершить рубящий удар сверху вниз. Как и в случае с клыком и щейки, комбо может быть продолжено, если сделать р2 атаку в конце анимации. Если же вы хотите играть через статусы про кровотечение мороза, то лучше играть через пепел хищной когти. При правильно собранном билде на последовательной атаке, сохранение высокого бонуса по силе после выбора кровавого свойства, прокачки силы до 60, ловкости до 40, пепел хищной когти может сделать это оружие одним из самых сильных в игре. Ну и конечно же, возможность применить любой другой пепел войны из внушительного списка является тоже большим плюсом. Эйфория, получить которую можно, почти дойдя до главного босса дополнения, тоже может приятно удивить вас своим навыком, если перейдете с ней на НГ+. Пока вы атакуете противника, оружие постепенно напитывается яростью. После появления золотого свечения, накопленную ярость можно выпустить. У шкалы накопления есть две отметки, это ярость первого и второго уровней. Накопление ярости можно ускорить, если делать силовые заряженные атаки. Использовать эйфорию лучше всего в двуручном хвате, с талисманом двуручного меча, осколком Александра, эмблемой с гниющим крылатым мечом, протезом Мелисенте и слезой на последовательной атаке. В чем уникальность каменного молота цветка? Во-первых, это единственный молот с колющим уроном. Во-вторых, навык режет резисты цели к молнии. Таким образом, повторное попадание нанесет еще больше урона пораженной цели. Ну и в-третьих, это возможность зарядить навык знаком Готфри. Тесак из гнили – очень ситуативное оружие. Но если знать, в чем фишка, то можно облегчить себе бой с боссами, против которых оно эффективно. А эффективно оно против любых противников, уязвимых к станлоку. Типа молений, спецприем, беспощадная гильотина, заполоску маны и стамины. В буквальном смысле будет прокручивать таких противников в мелкий фарш. Параллельно прокая мороз и не давая выйти из станлока. На этом давайте завершим первую часть обзора пушек из ДЛЦ. Если видео удастся собрать 4000 просмотров, в свет выйдет вторая и третья. Напомню, что все зависит от ваших лайков и комментариев под роликом. Если вы считаете данный контент полезным, то можете отблагодарить автора по ссылке в описании. Всех обнимаю, целую и пока. Субтитры сделал DimaTorzok